В прошлом году, когда мы обсуждали эссе старого варианта, я очень много говорила о некоторых ошибках, которые, с одной стороны, пропускаются на экзамене, но, с другой стороны, они все-таки являются ошибками. Кажется, эта проблема переходит и в новое эссе. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Бенин. Сегодня мне бы хотелось поговорить о некоторых типичных ошибках, которые очень часто встречались в эссе прошлых лет и которые, тем не менее, в силу каких-то, может быть, даже понятных причин, пропускались на экзамене и не считались на экзамене ошибками. Поэтому возникала такая достаточно парадоксальная ситуация, когда, по сути дела, в качестве образцовых эссе демонстрировались работы, в которых все-таки есть неточности и ошибки. И многие учителя также рекомендовали своим ученикам использовать те или иные фразы по той причине, что их принимают на экзамене. Давайте посмотрим на некоторые из них. Во-первых, вводные слова в заключительном абзаце совершенно не подходят для сочинения вообще в принципе, который называется эссе. Не важно, это ЕГЭ, это TOEFL, IELTS или любой другой тест или экзамен. TO SUM UP, ALL IN ALL, это две фразы, которые очень активно используются российскими школьниками, но они являются ошибочными. Они относятся к разговорному стилю, относятся к устной речи. Их нужно заменять на две простых фразы. Либо TO CONCLUDE, либо IN CONCLUSION. Была еще фраза TO SUMMERIZE, но TO SUMMERIZE это значит просуммировать все, что вы сказали, коротко сказать о том, что вы рассказали. Боюсь, что здесь в новом сочинении это будет сделать очень сложно, потому что каждый абзац это какая-то новая информация. И последнее слово, поэтому не следует использовать в заключении. Здесь опять мне приходится повторяться. Слова эти принимаются, они не считаются ошибками, но все-таки, если вы хотите добиться идеального варианта своего сочинения, то используйте вот ту строчку, которая выделена синим цветом. Следующая фраза, которую очень любят некоторые учителя. Ко мне приходили на консультации вот с такими сочинениями. Фраза TENT TO READ. Она красивая, она делает предложение более богатым, она где-то может быть необычная. И ее пропускают на экзамене, никто ее не зачеркивает, не подчеркивает, и не говорит, что это уклонение от темы, что это неточность и так далее. К этому даже вообще никто не обращает на это внимания. Но я бы все-таки рекомендовала, потому что TENT TO READ обозначает USUALLY READ. Эта фразочка обозначает, что кто-то что-то как правило делает. Теперь посмотрите на таблицу, которую вам дают в этом задании. И если вы вводите эту фразу, значит вы говорите, что обычно, там, большинство тенейшеров читают такие-то книги. То есть обычно читают такие-то, а еще какие-то читают пореже или в другое время, или иногда и так далее. И это неверно, потому что в статистике нет этих флуктуаций. Обычно, или редко, или часто. Здесь в любую абсолютно тему эссе можно вставить только одно наречие. После чего не произойдет изменение этой темы. Наречие always, всегда. То есть когда у нас написано, что какое-то количество школьников или тинейджеров читает какие-то книги, значит мы должны понимать, что это происходит всегда. И в этом предложении нет сообщения о том, что иногда они одно читают чаще всего, а вот в какое-то другое время читают что-то другое. Поэтому обратите на это внимание. Если вы хотите точности, четкости формулировок, то вот это украшение, оно как раз, это точность, четкость и правильность, по сути дела, исключает. Вы тем самым предлагаете своим школьникам делать ошибку. Повторюсь еще раз, это неточность, это ошибка, не засчитывалась как ошибка в прошлые годы. Ну и еще одна удивительная фраза, которую безумно любят очень многие учителя. И опять же ко мне приходили с текстами, в которых эта фраза прямо в каждом тексте присутствует. На консультациях, когда мне приходилось с преподавателями обсуждать работы. Эта фраза уже появилась в тех сочинениях, которые сейчас распространяются в интернете по новым темам эссе. Но хочется еще раз напомнить, что требуется выразить личное мнение. Когда вам говорят, скажите, что вы думаете, выразите свое личное мнение. В любом языке вы должны начать предложение со слов «Я думаю», «Я считаю», «Я убежден» или «Убеждена» или «Мое мнение такое-то». Никогда мы не начинаем предложение о своем мнении с фразы «Я бы хотел подчеркнуть». Это полное нарушение логики человеческого мышления. И это нарушение логики человеческого мышления кочует из одного сочинения в другое, но кочевала и уже перекочевала в новые работы. Эта фраза, опять же, не считалась экспертами ошибкой. Она принималась, мимо нее проходили. Но здесь тогда стоит выбор. Вы будете в объяснениях или при написании сочинений выбирать ошибку, потому что ее принимают, или вы все-таки хотите написать без ошибки в любом случае. Поэтому то, что выделено синим, конечно, верно. Или короткая фраза «Я думаю», у глагола «думаю» огромное количество эквивалентов. Или уж если очень хочется эту фразочку оставить, то тогда можно взять третий вариант. Иначе, честно говоря, с этими ошибками достаточно создается абсурдная ситуация. Вернее, она создалась в прошлые годы, когда из-за того, что какие-то ошибки не засчитывают на экзамене, эти ошибки преподавались как норма. Но я все-таки считаю, не нужно превращать ошибки в норму. А то, что касается лексики, дорогие друзья, я очень подробно буду обсуждать лексическую составляющую этого нового сочинения ЭСЭ-2022 в своем новом курсе. И первый вводный урок я буду проводить бесплатно 19 сентября. Приглашаю вас всех. Урок будет проходить в моей закрытой группе ВКонтакте. И будут дополнительные объявления по поводу этого урока. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на мой канал, если вас интересует этот курс. И подписывайтесь в мою группу ВКонтакте. И второе небольшое объявление. Я уже начала готовить книгу ЭСЭ по таблицам и диаграммам, которая, скорее всего, появится в продаже в октябре-найбре 2021 года. Вот такая обложка. Обложку я уже приготовила. Осталось подготовить все остальное. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии, замечания, если они у вас есть. Я обязательно буду отвечать на все ваши сообщения. Всего доброго. До встречи.